Привет, студент! Пока в Москве задерживают министра экономики, а на Татарстан идут холода, Казанский федеральный живет своей жизнью. Какой? Расскажу тебе я, Петрова Дарья. Команда Универньюс подготовила все самое свежее и интересное специально для тебя. Смотри сегодня в выпуске. Студенческий обмен – это одна из возможностей, которые предоставляет КФУ. Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с президентом Алматы Менеджмент Университета. Татарский язык – это нерушимый причал, поэтому Казанский федеральный старается популяризовать его и в своих стенах. Прикоснуться к тайнам и узнать секреты КФУ совсем скоро смогут гости столицы Татарстана. В Казанском федеральном прошла презентация экскурсионных программ для туристических компаний. Казанский федеральный университет продолжает принимать гостей из Казахстана. Что привлекло президента Алматы Менеджмент Университета на этот раз, выясняла Аделя Шамилова. 16 ноября в Казанском федеральном состоялась встреча ректора КФУ с президентом Алматы Менеджмент Университета. Несмотря на то, что этот прием далеко не первый и глава казахстанского вуза уже отлично знаком с достижениями КФУ, лидеры двух университетов по-прежнему прилагают максимум усилий для решения общей задачи. Основная цель моего визита – это мы два года назад в студии посмотрели, что есть много интересных счетов, по которым нам хотелось сотрудничать. Мы договорились, но как-то серьезных двигателей не произошло. Потом тут нам приезжали. Сейчас у нас здесь два наших студента находится на программе обмена, но для нас два – это совсем мало, мы хотели бы 20, а еще лучше, ну хотя бы 50. С последнего визита представителей Алматы Менеджмент Университета прошло совсем немного времени. Однако жизнь в КФУ ни дня не стояла на месте. Значит, мы неплохо начали работать в области нефтегазов, технологий, перешли на формат стран рабского мира, в том числе работаем в Казахстане, и в Турции, и в Ломании сегодня, в Курекии, в Китае. Значит, и причем работаем не только с университетами, а напрямую с компанией. Особый интерес у президента казахстанского вуза вызвала работа первого студенческого телеканала «Универт-ТВ». И это неудивительно, ведь далеко не каждый университет имеет собственный телеканал. Ректор КФУ рассказал гостю вуза, в чем уникальность студенческого СМИ. Сейчас эту задачу мы поставили, создав нашу школу в журналистике в составе одного из наших подразделений. И там же будет раскручено собственное телевидение, мы делаем студии. Значит, НАТО будет совершенно такая уникальная структура в составе университета, поскольку по оснащению, оно будет мало чем отличаться от уровня оснащения республиканских систем, тоже телевидения и так далее. Мы готовим вовсекамерные сети в интернете, значит, и в ефир. В завершении встречи лидеры двух вузов обменялись подарками на память о встрече, результаты которой наверняка не заставят себя долго ждать. В Республике Татарстан татарский язык является государственным языком, поэтому проводятся различные мероприятия для распространения, изучения и популяризации татарского языка. Казанский университет тоже поддерживает подобные акции. Подробности смотри в следующем сюжете. В Казанском университете прошла ежегодная олимпиада по татарскому языку среди русскоязычных студентов. Подобные олимпиады проводятся уже с 2008 года. С целью создать условия для распространения татарского языка, литературы и культуры среди студентов Республики Татарстан. Всем известно, что в общеобразовательных школах татарский язык изучается обязательно, но поступив в высшее учебное заведение, некоторые студенты перестают изучать татарский язык. Но те, кто изучал и продолжает интересоваться татарским языком, они могут участвовать в таких ежегодных олимпиадах и совершенствовать свои знания по татарскому языку. В олимпиаде приняли участие около 160 студентов из 10 учебных заведений Республики Татарстан. Она прошла в три этапа – письменный, устный и аудирование. Проверять работу участников будут не только преподаватели Казанского университета, но и педагоги татарского языка различных вузов Татарстана. После проверки каждый из участников получит сертификат. А призеров и победители наградят ценными призами и подарками 21 февраля в День международного родного языка. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Всемирная сеть не молчит. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике «Веб Ньюс». КФУ и Хальдор Топса обсудили итоги сотрудничества на встрече с президентом Республики Татарстана Рустамом Минихановым. На заседание присвучала идея о необходимости постройки фабрики для производства разработанных учеными КФУ-катализаторов. В редакционно-издательском центре школы вышла очередная книга преподавателей Елабужского института КФУ. Сборник «Российские немцы. Вопрос языка, культура и самоиндентификации» представляет собой результат труда группы языковедов-исследователей Казанского университета. Казанцев пугают посылками с арабскими надписями. В своих почтовых ящиках горожане находят подарочные пакетики, но их ни в коем случае нельзя открывать, так как вместе с вырезкой в них содержится ядовитое вещество. В России зафиксировано уже несколько несчастных случаев. На озере Кабан спасатели помогли лебедям добраться до кормушки на другом берегу. Спасатели рассказали, что им позвонили очевидцы, сообщившие, что уже полдня лебеди из-за ледяного покрова не могут добраться до крова. С 17 по 20 ноября в Казани состоится второй межрегиональный слет антинаркотических добровольцев «Сессия здоровья». В этом году программа слета включает в себя выставку профилактических инициатив, конкурсы, круглые столы и мастер-классы. Студентка Казани Диляра Елалтынова стала победительницей национального конкурса красоты, грации и таланта Мисс Студенчества России 2016. Церемония награждения завершилась в Таврополе. В WhatsApp появится функция видеозвонков. Мессенджер WhatsApp официально объявил, что работает над интеграцией видеозвонков в мобильную версию своего клиента, которые скоро станут доступны всем пользователям. В полузащитник Казанского рубина Магомед Аздоев забил единственный мяч в товарищеском матче сборных России и Румынии. Матч завершился со счетом 1-0 в пользу сборной России. Международная сеть фирм КПМГ 16 ноября представила студентам экономического института КФУ работу своей компании и рассказала о возможностях, которые она может предоставить студентам Казанского федерального университета. Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете. В среду, 16 ноября, в Актовом зале Института управления экономики и финансов КФУ состоялась встреча студентов 3-4 курсов со специалистами налогового отдела компании КПМГ. Дмитрий Сытов и Наталья Олейник презентовали работу компании «Дальнейшие перспективы и возможности», которые открываются перед сотрудниками и будущими практикантами компании. В рамках презентации были рассмотрены практические аспекты работы налогового консультанта, в том числе кейсы с практики группы управления персоналом и налогообложения физических лиц. Одной из целей встречи было привлечь студентов в уже состоявшуюся международную компанию и путем отбора выбрать самых талантливых и перспективных ребят. Мы бы сейчас, в будущей компании, нанимаем каждый год новых сотрудников, которые растут вместе с нами. Мы бы хотели, чтобы, когда мы говорим «четыре буквы КПМГ», у нас не спрашиваются, как расшифровывается, что это, откуда вы. Мы бы хотели, чтобы ребята знали, это «Большая четвертка», это «Консалтинг», я хочу заниматься или аудитом, или налогами, или еще чем-то. Ну, по крайней мере, люди бы знали, что это в принципе. КПМГ уже не первый год сотрудничает с Казанским федеральным университетом, но из года в год численность заинтересованных студентов растет. Диана Шилова, Руслан Урозаев, Универньюз. Казанский федеральный университет – один из быстро развивающихся университетов России. Он имеет свои легенды, великую историю и научное наследие. Все это сохраняется для новых поколений в музеях «Альма-Матер». Как прикоснуться к тайнам, которые хранит в себе Казанский университет, расскажет Анастасия Иванова. Историко-культурное и научное наследие Казанского университета велико. В стенах нашей «Альма-Матер» учились и работали великие люди. Университеты сегодня динамично развиваются, сохраняя историческое наследие. Оно представлено в коллекциях университетских музеев. Чтобы о них узнало как можно больше гостей и жителей республики, в Казанском федеральном для туристических компаний прошла презентация экскурсионных программ по музеям и лабораториям КФУ. Здесь же были решены организационные вопросы, например, стоимости и продолжительности посещения музеев. Для теракенств также состоялись обзорные экскурсии в этнографическом, зоологическом музее, в музее истории и многих других. В ходе презентации приняли участие представители 20 туристических компаний. Казанский федеральный университет в настоящее время предложил новый туристический продукт. Многогранный, интересный для разных категорий населения, а самое главное доступный по цене жителям нашей страны и иностранным гражданам. Совсем недавно появился новый формат посещения музеев – игровой маршрут по экспозициям. Квест путешествия в университетском пространстве. Отметим, что каждую субботу в КФУ открываются двери для всех желающих для знакомства с университетом. Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Роман Самарин, Универньюз. Заведующему кафедры гражданского и предпринимательского права КФУ Михаилу Челышеву 16 ноября исполнилось бы 45 лет. Но коллеги до сих пор могут говорить о Челышеве только в настоящем времени. В честь выдающегося ученого открыли мемориальную доску. Талантливый ученый, душа коллектива, человек, который воплощал очень серьезные задачи по развитию юридической науки по созданию мощного кадрового потенциала кафедры и факультета. Михаил Юрьевич Челышев являлся специалистом по гражданскому и коммерческому праву КФУ, доктором юридических наук. Он был автором 190 опубликованных научных и 23 учебно-методических работ. 16 ноября к 45-летию со дня рождения профессора открыли мемориальную доску. Почтить память выдающегося ученого пришли родственники, друзья, коллеги. Я работала с ним на кафедре, я была, можно сказать, одним из его ближайших соратников, и он был научным консультантом моей докторской. К сожалению, он не дожил, так сказать, до кульминации, его не стало за два месяца до защиты моей докторской. У него масса учеников, его знает вся Россия. Именно он вывел нашу Казанскую цивилизическую школу в число ведущих правовых школ, цивилизических школ нашей страны. Михаил Иванович был удивительный человек, для меня это еще и ближайший друг. От него никто не выходил недовольным. Человек, который всегда всем старался помочь. Вы знаете, я, профессор Челышеве, наверное, отметил бы два качества. Это наука и юмор. Люди, которые умеют совмещать два этих качества, оставляют очень глубокий след. После открытия мемориальной доски в честь профессора, бывшие коллеги Михаила Юрьевича на круглом столе представили творческое наследие Челышева. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влитяров, Универньюз. Вот и все новости на сегодня. Одевайся потеплее и постарайся не заболеть. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!